Продолжение следует... И теперь мы можем сделать свинг, немного прокачать эту драм-партию. Как делается свинг? Давайте для начала вообще расскажу, как это работает. У нас, как правило, в лоджике все разбито на такты, ну, в принципе, как и в музыке, да? И один такт у нас делится на 16-е доли. То есть вот это у нас один такт, да? Вот с первого по второй, здесь со второго по третий и так далее. Вот это у нас одна вторая такта, это одна четвертая, это одна восьмая, это одна шестнадцатая. И у нас стандартная раздлиновка, это, как правило, одна шестнадцатая. Вот мы здесь можем видеть time quantize, одна шестнадцатая ноут. А теперь мы берем и делаем следующее. Мы, как в школе, на уроке физкультуры, либо где-то в других местах, считаемся первый-второй, первый-второй. И вот это у нас, значит, первый-второй, 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 первый-второй и так далее. И мы берем и каждую вторую ноту, каждую вторую ноту, то есть вот эту вот, мы чуть-чуть, прям совсем чуть-чуть сдвигаем вправо. Вот так вот. То есть в данном конкретном примере у нас квантизации подлежит вот эта нота, потому что она является вторая, а это у нас как бы первая. И она квантизации не подлежит. И чуть-чуть сдвинув все это дело, мы получаем более интересный ритмический рисунок. И теперь хорошая новость, нам не обязательно делать это все вручную, потому что, согласитесь, это было бы сложно. Все, что я сейчас рассказал, рассказал для того, чтобы вы понимали, что такое свинг, как он работает и вообще по какому принципу свингуются ноты. Мы их все выделяем, можем нажать Command-A комбинацию. И здесь есть ручка свинг, которую мы можем поменять. И вот эти ноты, которые у нас являются вторыми по нашей системе, они чуть-чуть сдвигаются вправо. Насколько делать свинг? Дело вкуса. Я люблю где-то 75%. Как по мне, меньше, ну для меня лично 60% это минимум, то есть ниже 60% я не делаю, потому что эффекта почти нет. Больше 75%, но как правило уже слишком, это уже too much, это прям перебор. Поэтому 60-75% чаще 75%. Давайте 75% и оставим, и послушаем. То есть появляется такая оттяжка. Вот свинг по-другому никак не назовешь. Вот именно оттяжка, такая вот легкая оттяжка, которая очень прикольно работает, она едва заметна, но она прям добавляет такой прикольный кач, прикольный грув и прикольную эту самую оттяжку. Безусловно, свинг это дело вкуса. Это не значит, что свинг нужно использовать всегда и везде. Есть миллионы треков крутых, классных, где нету свинга вообще. А есть крутые классные треки, где свинг присутствует. По моему мнению, свинг прикольно использовать в тег-хаусе, то есть в тех треках, в тех жанрах, где все завязано на ритме, на перкуссии, на таком каче и груве. То есть мне лично очень нравится. Также прикольно это делать в Psytrance и в принципе в техно. Давайте прослушаем еще один пример. Доступ ко всем курсам школы Logic ProHelp всего за 990 рублей в месяц. Да, это реально. На нашем Boosty вы можете выбрать интересующий вас тариф и смотреть огромнейшее количество курсов по Logic Pro и о работе со звуком. А самое главное, получать эксклюзивные новинки и уникальные видеоматериалы раньше остальных. Для тех, кто не знает, Boosty это сервис ежемесячной подписки, благодаря которому вы можете получить доступ ко всем нашим курсам в зависимости от выбранного пакета. Просто выберите интересующую вас тему и получите доступ ко всем курсам этой категории всего за 990 рублей в месяц. Сейчас я покажу, как оформить подписку. Выбираем интересующий нас пакет, нажимаем кнопку «Купить», попадаем на нашу страницу Boosty и там нажимаем «Подписаться». Далее проходим регистрацию по номеру телефона или через любую социальную сеть, после чего выбираем количество месяцев для подписки и нажимаем «Купить». После этого вводим данные карты и готово. Можно переходить к обучению в ту же минуту. И помните, что в каждом пакете количество курсов будет регулярно пополняться. Получи все необходимые знания для создания качественной музыки прямо сегодня по самой выгодной цене. Скажем, у нас есть вот такой вот бас и я хочу здесь тоже сделать свинг. Давайте прослушаем, как без него и как с ним. Давайте вот уберем свинг. На мой слух так гораздо прикольнее, опять же, за счет некой оттяжки. Так оно немного как-то монотонно, а так То есть как-то интереснее, как-то прикольней. Это мелочь, но тем не менее она очень круто может разнообразить ваш трек. И теперь последний момент, который архиважен, который просто капец как необходим вам для того, чтобы ваш трек звучал хорошо. Если вы применяете свинг, есть такое правило. Если вы применяете свинг, то нужно применять его на всем треке, на каждой дорожке абсолютно, везде. Почему? Потому что если так получится, что, например, у нас вот на басе свинг есть, а на перкуссии вот этой свинга нету, то вы прекрасно понимаете, что вот эти ноты в басе, они будут чуть-чуть сдвинуты, а здесь они сдвинуты не будут. И в совокупности, когда это все будет звучать вместе, у вас будет получаться полнейшая каша. Поэтому архиважно, чтобы прям вот по-любому у вас на всех ваших миди дорожках был свинг. Если вы используете, например, вот как я здесь, хай-хеты вот таким вот образом, а не через Quick Sampler, например, то вам будет чуточку сложнее это сделать, поэтому я рекомендую все делать через Quick Sampler. Ну, особенно если вы занимаетесь квантизацией свингом. Здесь, конечно, эти хай-хеты, они не попадают под свинг, потому что они идут на слабую долю. То есть они, если бы стояли вот здесь, либо здесь, тогда они свинговались. Здесь оно не свингуется, поэтому никаких проблем нету. Но на будущее имейте в виду. И лупы. Если вы используете готовый, например, драм-луп, если в вашем треке свинг есть, а в лупе его нету, то опять же это будет давать микро такой рассинхрон по ритму, что будет заметно, и это будет резать уши. Поэтому если вы делаете свинг, то делайте его везде и на лупах в том числе. Либо бывает обратная ситуация, что луп уже со свингом, и вы добавляете его в проект без свинга. Так что имейте в виду, что такое может быть, и свинг это та штука, которая, я бы не сказал, что часто, но и нередко используется при написании музыки, и в сэмплах вы можете найти свингованные лупы. Ну что ж, на этом все. Вы знаете, что такое свинг. Попробуйте, потестируйте. Если вам эта тема понравится, то вы можете выгодно отличаться со своими треками от остальных, кто пишет музыку и свинг не использует. На этом все. С вами был Александр Владимиров. До новых встреч. Всем пока.